Ну что, ребята, мы снова за фарфоровыми сокровищами отправились. Вот, увидели, что освобождается дом, или человек умер, или люди переезжают, и они там распродают много чего. И мы отправились посмотреть, что же там можно поймать. Закинем удочку. 50 километров проехали, и сейчас уже будем скоро на месте. Не, оставайтесь вместе с нами, и вы увидите, что там интересного есть. Там мы на фотографиях заметили, что вот Шпера стоит слева тут, выкидывает всякое разное. Наверное, переезжает народ, и мы на фотографиях увидели, там хрусталь. Несколько фужеров дорогих у нас есть, они по 15 тысяч за одну штуку. Ваше место назначения находится справа. Приехали, шарики какие-то. Сейчас мы смотрим. Машину надо поставить, надо найти. Кухня. В общем, судите сами. Вот такая вот у нас поездка. Не знаю, удачная рыбалка получилась или нет. Купили мы такие три вещи. Это фирма Royal Австрия. Начало 20 века. А еще я купил две деревянные рамки. Я картины пишу, ну, непрофессионально так, и совсем не задорого купил рамку. А в другой была картина рамки. Сейчас покажу. Вот это моя картина висит здесь. Ну, и вот такие вот рамки деревянные я купил. Потому что они стоят дорого, если покупать где-то в магазине. Особенно дерево в Германии ценится. Видите как? А это одна рамка. А вторая рамка у меня с картиной. Старая картина была вставлена в более новую деревянную рамку. Видите холст в каком состоянии. Жалко, что здесь не сохранилась наклейка. Почему-то они содраны. Но картина выглядит вот так вот. То есть за стоимость рамки я еще и приобрел вот такую вот картину. Написанная она маслом. Смотрите, как отлично передается цвета. Автор вот здесь где-то в уголке. В общем, я, наверное, ее вместо своей повешу. Уж больно, она мне нравится. Так что, можно сказать, что и выгодно съездили. Не зря мы проехали 100 километров. Да, будет она висеть. Быть ей здесь. На месте, там, где была раньше моя картина. Если понравилось видео, ставьте лайки. Буду записывать дальше.